Все меньше времени остается до предстоящих выборов. Напомню, что единый день голосования состоится 9 сентября. Мы будем выбирать губернатора Московской области, а также выборы пройдут на местном уровне. И сегодня поговорим о тех избирателях, которым особенно сложно прийти на свои избирательные участки. Это люди с ограниченными возможностями. В нашей студии член территориальной избирательной комиссии Ленинского района с правом решающего голоса Владимир Павлович Перфилов. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Павлович, тема такая важная, потому что нам важно, чтобы каждый голос был услышан и принят. Как и где люди, в том числе и с ограниченными возможностями, смогут узнать о времени и месте голосования? Спасибо за вопрос. Безусловно, это вопрос актуальный для любого жителя, гражданина, желающего проявить свою волю и заявление на выборах, но тем более для людей с ограниченными физическими возможностями. В этой связи территориальной избирательной комиссии на основе инструкции Центральной избирательной комиссии, избирательной комиссии Московской области, разработан план мероприятий, который осуществляется с помощью средств массовой информации. До жителей доводится информация где, когда, в какое время можно проголосовать. Так вот, в настоящее время уже осуществляется добровольцами, членами участковых избирательных комиссий, обходы по адресам, с тем, чтобы разъяснить гражданам, где, когда и в какое время они могут проголосовать. А также им разъясняется возможность, в случае, если у них они не могут прийти на избирательный участок, они могут оставить заявление и в день выборов члены участковой избирательной комиссии, пожалуют к ним на дом, и они свое воле и заявление осуществят. Есть какой-то срок, до какого времени можно о себе заявить, чтобы домой пришли? Да, это можно сделать, и, безусловно, сроки есть, в общем-то, не позднее, 5 сентября. Вот в этот период, когда сейчас осуществляется обход, от лиц, которые приходят к гражданам, у них есть бланки заявления, они могут это заявление оставить, вернее, обдумать, записать, а потом к ним повторно договорятся, в какое время прийти и передать заявление о том, что они желают проголосовать на дому. То есть уже как раньше, например, я помню, раньше, вот прямо в день голосования звонили на избирательный участок и просили прийти, так уже нельзя? Нет, не то, что нельзя, можно. Конечно, специальное заявление, есть такое в законе, да, может быть подано только в участковую избирательную комиссию по месту регистрации, начиная с 6 сентября до 14.00, 8 сентября. Но это уже непосредственно с участковой избирательной комиссии. А то, что я говорю, в общем порядке можно обращаться и в территориальную избирательную комиссию, ну и, соответственно, в участковую избирательную комиссию. Какие технические средства на избирательных участках предусмотрены для людей, инвалидов? Значит, да, с этой точки зрения инвалидов делят на некоторые группы, например, инвалиды по слуху, по зрению и одновременно то и другое. И в этой связи для возможности реализовать свое право избирательное, участковые избирательные комиссии комплектуются определенными техническими средствами. Например, для инвалидов по зрению дополнительное освещение, лупы, а может быть даже средства тактильного восприятия, шрифтбрайля, трафареты и так далее. Ну а для граждан, инвалидов по слуху приглашаются сурдопереводчики в случае необходимости. Вот эта информация сейчас и собирается с тем, чтобы уже в день выборов… То есть заранее нужно об этом знать? Да, да, да. Эта работа проводится систематически, и в данном случае сейчас она уже ведется с тем, чтобы уже подготовиться энерговооруженным подойти к проведению выборов. Мы уже не раз встречались с членами избирательной комиссии территориальной, но все-таки напомните еще раз телефон, по которому люди могут обратиться, если у них возникнут какие-то вопросы. Значит, что касается информации по нашему району, муниципальному району, территориальная избирательная комиссия, я уже говорил, находится в здании администрации Ленинского района в 109-м кабинете, а телефон туда 8-495-541-17-88. Спасибо вам большое, Владимир Павлович, за интересную и очень полезную беседу. А я напомню, что в нашей студии был член территориальной избирательной комиссии Ленинского района с правом решающего голоса Владимир Павлович Перфилов.